Продолжение следует... Даритель переживает одаряемого. Например, ребенок уходит из жизни быстрее, чем престарелый даритель. В этом случае, если прописать отдельно в договоре, то без всяких судов имущество возвращается опять пожилому дарителю. И даритель может уже с учетом сложившихся обстоятельств принять то или иное решение, как он распорядится этим имуществом в дальнейшем. Договор безусловно подлежит расторжению, если одаряемый обидит физически дарителя, ударит, причинит какой-то вред здоровью. Это, безусловно, в силу закона, даже не надо прописывать в договоре, может привести к расторжению в судебном порядке договора дарения. Кроме того, бывают такие вещи, например, как родовые дома, которые из поколения в поколение передаются в семье. А вдруг один из членов семьи, владелец, находясь в преклонном возрасте, дарит это чужому человеку, не из состава семьи. И этот чужой человек, став собственником, говорит о том, что зачем мне эта хата или халупа нужна, снесу и построю какой-нибудь дом хороший. Так вот, эта хата или халупа, она представляет для дарителя нематериальную ценность. И вот если эта нематериальная ценность будет под угрозой, то это тоже является основанием для того, чтобы расторгнуть договор дарения. Самым распространенным способом расторжения договора дарения в суде в настоящее время является то, что даритель не осознавал суть своих действий, то есть он не понимал, что в результате этого договора дарения он перестанет быть собственником безусловно, без всяких условий и потеряет все права собственника, то есть станет обычным квартирантом в своей бывшей собственности.